МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это государственный совет, программа о деятельности республиканского парламента. О последних законодательных инициативах дополнительной поддержки ижевска и хоккея мы поговорим сегодня с главой госсовета Удмуртии Владимиром Невостроевым. Здравствуйте, Владимир Петрович! Добрый вечер! 12 апреля прошел день государственного совета в столице Удмуртии и на восьми площадках обсуждались самые актуальные для муниципалитета вопросы. Есть ли уже какие-то итоги, о чем можно рассказать? Да, это у нас не первое заседание, выездное заседание государственного совета в наших муниципальных образованиях. Это выездное заседание приурочили городу Ижевску, это все же столица нашей республики, там проживает основная часть жителей нашей республики, наши избиратели. И важно знать, как они сегодня информированы по тем законам, которые принимает государственный совет, какие у них есть предложения в отношении этого законодательства. Мы попытались обсудить самые актуальные, самые злободневные законопроекты вот на тех восьми площадках. Я думаю, что вот получилось, и это очень правильно, когда в участии этих заседаний принимают участие не только депутаты государственного совета, но и депутаты муниципальных образований, общественность, федеральные структуры. Когда вместе сообща, обсуждая или иные законопроекты, то, конечно же, появляется какое-то рациональное зерно, какое-то хорошее предложение. Мы сегодня после обсуждения всех этих законопроектов дали поручение председателям постоянных комиссий подготовить план мероприятий для того, чтобы на заседании президиума Государственного совета этот план мероприятий утвердить по городу Ижевску и уже как бы исполнять те поручения, которые прозвучали в ходе этого заседания. Хочу сказать, что это не первое заседание, это седьмое, можно сказать, уже заседание прошло. Уже после проведения этих дней Государственного совета принято 11 законопроектов наших республиканских с двумя законодательными инициативами вышли на уровень федеральный, и одно из них уже рассмотрено, принято в первом чтении. Думаю, что вот польза от общения, она, конечно, есть. По Ижевску очень важный вопрос поднимался, и даже подготовлен рабочий вариант законопроекта о дополнительной поддержке Ижевска как столицы Удмуртии. Что он предусматривает и когда будет рассмотрена сессия Госсовета? Несомненно, конечно, по городу Ижевску необходимо принимать отдельный законопроект, который бы мог поддержать жителей города, еще лучше, наверное, помочь городу Ижевску для того, чтобы он преобразился, был одним из красивых городов Российской Федерации, хотя он сегодня входит в двадцатку лучших городов Российской Федерации, но хотелось, чтобы он в первой десятке был. А для этого надо, конечно, еще много вкладывать, поэтому законопроект предусматривает и финансовую поддержку, и ответственность всех сторон и республиканских властей, и муниципальных образований. Ну и я считаю, что ответственность должна быть и жителей города Ижевска за свою столицу, за свою родину, и они тоже должны активное участие принимать в жизни, деятельности нашей столицы города Ижевска. На последней сессии Госсовета было принято десять законов, и в том числе внесены изменения в бюджет республики на текущий год. Как это было, все подробности предлагаю посмотреть прямо сейчас в сюжете наших корреспондентов. Доходы 63,5 миллиарда рублей, расходы на 4 миллиарда больше. Дефицит сократился до 7,5%. Таковы обновленные цифры бюджета Удмуртии на текущий год. Республиканский парламент сегодня принял очередные поправки в финансовый документ. Министр финансов докладывает, что дополнительных доходов появилось на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Половина из них – это безвозмездное поступление из федерального бюджета. Часть средств перераспределят внутри министерств. 60 миллионов перераспределяется на Министерство сельского хозяйства для улучшения жилищных условий сельского населения. 97 миллионов рублей перераспределяется на город Можгу для приобретения оборудования для новой школы, которая, в общем-то, уже активно строится. И другие небольшие изменения. По 500 миллионов дополнительно Минфин ожидает получить по налогу на прибыль организации и налогу на доходы физических лиц. Плюс 200 миллионов дадут акцизы на алкоголь. Председатель Госсовета Владимир Невостроев называет эти суммы вполне ожидаемыми. Хочу отметить, что в этом году хорошо работают наши предприятия промышленности и налоговое поступление больше, чем в прошлом году. Это нас радует. И бюджет Российской Федерации, и бюджет Удмуртской Республики. Хотелось бы, чтобы там темпы роста объемов производства не продолжались. Глава бюджетной комиссии Софья Широбокова говорит, что сегодняшние поправки позволяют решить ряд социальных вопросов, которые при принятии бюджета отложили до появления дополнительных доходов. Это, во-первых, реструктуризация долгов муниципальных образований, в том числе и города Ижевска. Это была проблема, одна из самых больших проблем. Это новые расходы по статьям здравоохранения. 40 миллионов направляется на высокотехнологичную помощь, дополнительно 75 миллионов на приобретение машин скорой помощи. Много расходов на плюс по отрасли образования, в том числе и на приобретение учебника. Сегодня же депутаты избрали двух новых председателей парламентских комиссий. Вакантное место главы комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям занял Александр Мурашов. Комиссию по науке, образованию, культуре и молодежной политике возглавила Ольга Черкасова. Владимир Петрович, предстоят выборы совсем скоро. В сентябре состоятся выборы депутатов Государственного Совета, причем будем выбирать уже не 90, а 60 депутатов. Расскажите, как идет подготовка к выборам? Действительно, в сентябре, 10 сентября состоятся выборы Государственного Совета Морской Республики 6-го созыва. Сегодня активно ведется работа к этому большому и важному политическому событию. Единый день голосования по всей стране. В шести субъектах Российской Федерации будут проходить выборы в законодательные органы власти. И поэтому ответственность сегодня очень высокая перед теми субъектами, в которых предстоит такая большая выборная кампания. Потому что все внимание будет сосредоточено в виде региона. Мы, в свою очередь, уже начали готовиться к этой выборной кампании. Готовим соответствующие законопроекты. На ближайшие сессии мы рассмотрим закон о выборах депутатов Государственного Совета Морской Республики. Хочу сразу сказать, что согласование с фракциями очень сложно, бурно проходило. Особых, я считаю, что таких серьезных изменений нет. Но, тем не менее, мы даем возможность сегодня не только тем парламентским партиям, которые присутствуют сегодня в Государственном Совете, поучаствовать в этой выборной кампании и показать себя. Если был порог прохода в Государственный Совет 7%, то сегодня мы его снижаем до 5%. Поэтому и другим партиям есть возможность пройти Государственный Совет. Также даем возможность территориальным, скажем, группам тоже пройти Государственный Совет. Если у нас сегодня, на сегодняшний день по законодательству предусмотрена пятерка, первая пятерка, которая возглавляет партии, то в новом законопроекте мы предусматриваем, что это будет три человека, первая тройка. И поэтому и территориальным группам есть возможность сегодня пройти Государственный Совет по другим партиям. Также мы предусмотрели в данном законопроекте немножко изменения и в отношении распределения голосов, с чем сегодня, конечно, не согласны другие партии. Здесь ничего такого серьезного нет. Это один голос. Какой партии она перейдет, такого большого значения, наверное, в этом нет. Поэтому на ближайшей сессии мы это рассмотрим. Все партии сегодня готовятся, уже готовят свои конференции, готовят своих кандидатов, в том числе «Единая Россия», которая будет проводить единый день тоже по всей Российской Федерации предварительное партийное голосование. Оно у нас пройдет 28 мая, на котором любой житель нашей республики сможет отдать голос за того или иного кандидата, который наиболее достоин. И вот сегодня идет выдвижение, предложение, кто будет участвовать в этой избирательной кампании. Более 200 человек у нас уже зарегистрировалось. Все территориальные группы и одномандатники уже сформировались. Сейчас дело за избирателями, которые поддержат того или иного кандидата. И тот кандидат, который будет поддержан большинством количеством жителей, будет участвовать от «Единой России» в выборах в сентябре месяце. Спасибо, Владимир Петрович. Мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся в студию буквально через минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова